Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. День второй. Сегодня обтаскиваю ветки после зачистки лесочка и увидите, как все это происходит. Также будем сжечь пионерский костер. Это в этом ролике. Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодняшнее мое занятие будет посвящено перетаскиванию напиленных старых стволов деревьев в поленицы. Субтитры подогнал «Симон» Как видите, поленица упала по той причине, что ветра дуют сильные. И будем перебирать ее. Два дня подряд у нас дули сильные. Ураганные ветра. Деревья нагибались макушками. Многие до земли. Было довольно-таки жутковато. Я сидел в это время в бытовке. И при выходе из бытовки у меня дверь на распашку открывалась с такой силой, что аж меня вытаскивало на улицу. Вот такие сильные ветра иногда здесь появляются. И дул он, скорее всего, со стороны Норвегии, потому что холодный. А после сильного ураганного ветра погода нам преподнесла снежку. Вот как не хватает дровяника. Так бы эти дрова давно были бы распилены, расколоты. Но, к сожалению, дровяник я еще не достроил. Хотел вам рассказать историю из прошлого. Велосипедные перчатки у меня уже пошли в сельхозназначение. Так вот, расскажу из прошлого. Когда я жил в Новгородской, многие подписчики знают, что я уехал в Санкт-Петербург. Так вот, у меня жила в своем доме мама. Я ее навещал раз в месяц. В выходной я приехал. Мама говорит, слушай, сын, а у нас здесь тополь растет. Скоро весна, листва, и в огороде опять тень будет. Говорит, опили, суки. А ствол тополя, не поверьте, вот такого размера. В свое время макушка была отпилена, и из ствола торчали вот такие суки вертикально. Я себе пил штиль. В то время отдал 17 тысяч рублей. МС-360, это 2004 год, с дополнительной цепью и всякими примочками. И вот я приехал на следующие выходные. Благо, это была зима, работы не столько много. Обычно я без выходных работал, как трудоголик. Так холостой, что не работать-то, правильно? У меня были мечты отремонтировать дом, провести природный газ. Ну, как видите, я уже от темы отошел, да? Так я продолжу. Приехал я с новым каким-то штилем, завел его, прогрел. Там бак топлива сжег, как положено. Так вот я полез на этот тополь. Вроде штиль, все хорошо. А суки метров, наверное, по 5. Повторюсь, вот такого диаметра штук, наверное, 15. И я потихонечку спиливаю. А у нас там рядом идут линии электропередач. Где-то от этого тополя, ну, метров 10, наверное. И тут, пожалуйста, подул ветер. Штиль превратился в легенький ветерок. И один из суков у меня падает. И прямо на провода электропередач. 380 вольт. Хорошо, благо, что у нас эти столбы конечные. То есть улица заканчивается. И линия электропередач у нас тоже заканчивается. Заискрило все. Короткое замыкание. Ну, что делать? Надо сдаваться. Моя мама звонит в аварийную. А еще, причем, столб старого типа, такой круглый, бетонный, наклонился на арматуре. Половина проводов валяется. Позвонили в аварийную. Борочи Энерго. А это было в Борочах, Новгородской области. Приезжает аварийка. Ну, здрасте, говорит. Неплохо вы тут порезвились. Ну, да, есть немножко. Походили, посмотрели, посчитали. Ну, что, говорит, вы попали? Я говорю, насколько? Ну, говорит, попали хорошо. А тысяч на 10. Я говорю, ребята, у меня вот штиль я только недавно купил. Буквально зарплату свою оставил. А вы мне еще 10 тысяч насчитаете. Я говорю, блин, из-за кромов родины придется из кубышки вытаскивать. У меня сейчас с собой нет. У меня, говорю, полторы тысячи рублей только и все. Ну, что делать? Моя мама собралась. Поехала к директору Борочи Энерго. Она хорошо умеет играть роли. Она у меня прирожденный коммуникатор. Она умеет с людьми общаться. Всю жизнь отработала в руководстве. Поплакалась в платочек. К директору тот. Ну, да, что поделать? Ну, с вас полторы тысячи рублей. И вот все это дело обошлось полторы тысячи рублей. Приехала аварийка на следующий день. Ну, конечно, они подшаманили. Там на скрутке собрали провода. Провода алюминиевые. Сечения, наверное, спались такие. Скрутили и уехали. Ну, то есть электроэнергию дали, освещение, свет. Все же питаются от электричества в частных домах. И на следующий день приезжает аварийка. Приезжает буровая. Копали новенький столб. Натянули новенькие провода. И все стало на свои места. А тут еще под шумок соседка по соседнему дому подошла. Говорит, а вы можете мне новые провода натянуть? Говорит, подавайте заявку. А, говорит, у меня провода есть. Сделайте. Они под шумок поменяли и провода новые натянули. Вот такая история чудесная. А под конец, когда они уже уезжали, позвонил бы нам в диспетчерскую. Сказал, ребята, приедьте, снимите провода. Мы бы приехали, сняли, отключили электропитание. Ты бы свободно спилил бы все это дело. Мы опять повесили бы провода, и все хорошо. Я говорю, ну я же такой функции не знал, что у вас есть такое. Поэтому на будущее, если рядом линия электропередач, подумайте. Может быть, сделать, как мне сказали. Отключить электроэнергию. И благополучно снять провода, и затем пилить что угодно. Вот такая интересная история из прошлого. А я сейчас продолжу дальше искать дрова в поленису. Это, можно сказать, не поленисцы, это так, куча. Потому что поленисцы так не кладутся. Это на скорую руку. Так что сейчас будет пионерский костер. О, да. there you go. there you go. Вот так с косяком я встречаю масленицу У меня была история, когда осенью я полил такую же кучу Недалеко от дома Также безветренно, все хорошо Но не учитывал то, что вокруг трава сухая стала От температуры было не подойти к костричу метров пять Высотой было пламя И та трава, которая вокруг воспламенилась, я тушил шваброй, обычной шваброй Но шоу было, конечно, зрелищное В тот момент видеокамеры у меня не было под рукой Поэтому я не смог заснять это шоу Так что, друзья, спасибо, что смотрите мои видео Ставьте лайк, кому понравилось До скорой встречи С вами был Алексей Кузнец из Псковской области Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!